Всем привет! Что ж, позвольте я вам кое-что расскажу о нашем первом в семье большом путешествии. А с чего начать-то? Наверное, началось всё это с того, что... Подожди, как же там? Нашли, по-моему, пост. Путешествия в Карпаты мы всегда хотели провести. Погулять там по горам, посетить какие-то достопримечательности. И нашли, по-моему, интересный тур на озеро Синевир. Там что-то 2 800 человека. И вылет, выезд из Харькова был 9 июля. 9.07. Заинтересовало меня это. Я решил позвонить, спросить. В принципе, описание мне всё понравилось, мне всё устроило, за исключением одного момента. На 9 число уже билеты все были распроданы. Остались только боковые, верхние, возле туалета. Отличный вариант. И ехать туда 16 часов на поезде. А мы втроём. Ну и так уж получилось, что я решил прикинуть, а сколько же нам выйдет поездка, если бы мы туда ехали своим ходом, к примеру, на машине. Сейчас у меня Chevrolet Equinox со средним расходом 8 литров по трассе. У меня поездка туда обошлась бы в 2 400 гривен в одну сторону, там 1200 километров. А стоимость билетов на поезд за двоих также 2 400. А у нас ещё дочка, ещё Ксюша с нами едет. Значит, стоимость билетов на поезд уже выше. Потому что на машине я 2 400 заплатил, у меня 5 мест, но мы едем втроём. Но я уже выигрываю в этом плане. Дешевле. Да и тем более, меня в принципе больше привлекает ехать на машине, на своей, с уровнем комфорта выше, чем на поезде. Остановились где захотели, посмотрели где что захотели. Ну, что тут говорить, всё-таки автопутешествие это намного более автономно и комфортнее, чем на поезде. В итоге, эта организация, которая там планирует все эти поездочки по Карпатам, меня сподвигло на то, что мы всё-таки решили поехать туда своим ходом. А ещё, помимо Карпат, мы собирались по возвращению от Карпат, от этих путешествий, поехать на море. Вот и думали, сначала туда на поезде, туда и обратно смотались, там классно, повисели, погуляли, походили, всё хорошо, вернулись обратно в Харьков, и в этот же день, это 13 числа, рвануть вечером на море. Получается, такой маршрут туда-сюда, потом вниз к морю. И тут меня осенило, а чтобы нам не махнуть всё это дело сразу таким большим кругом на машине, сразу едем, едем на море, в общем-то, через Карпат. Такой крюк. В прошлом году мы ехали через Киев, в Затоку, а в этот раз поедем через Карпат. Ну, подумаешь. Подумаешь. Что ж там? Делов-то, правильно? Я быренько набросал маршрут, карту. Получается, 3200 километров, 3200 километров. Маршрут через всю Украину, по всем самым интересным местам Карпат. Мы там погуляем, я планирую на Гаверлу подняться. В общем, мы едем из Харькова на вершину Украины, самую высокую точку, которую можно посетить, ну, с семьёй, самый такой безопасный вариант, безобидный. И в самую низкую точку, то есть на море. Всё, что считается относительно уровня моря. Вот мы из самых гор спускаемся на самый низ. В данный момент Сашка проводит вот маршрут по достопримечательностям дома, а я подготавливаю машины к поездке. Гол на СТО, там сайлент-блоки поменять, стойки стабилизатора поменять, масло уже закупил сегодня, забираю, я думаю, на неделю поменяю всё это, ну, когда запчасти приедут. В общем-то, машину я готовлю к поездке. У нас она будет подготовлена полностью на 100%. В ней я уверен. Остался только человеческий фактор. Будем ли мы справляться? Машина-то справится. Что ж, это такая предыстория перед началом самого основного видео поездки. А снимать я буду много, я тем более планирую покупать дрон, и будет ещё стабилизатор ручной на GoPro. В общем, что ж, приятного просмотра. Я надеюсь, это кого-то тоже подстегнёт для путешествий. Что ж, увидимся. Увидимся.